приветствую на этом уроке разберем оси размерные линии и несколько способов их построения перед просмотром не забудьте подписаться на канал начнем с осей заходим в конструкции и жмем сетку осей появляется окошко параметры сетка осей одновременно с осями можем выбрать колонны балки и размерные линии чтобы не от выражались вместе с осями нажимаем параметры осей появляется окошко параметры элемента оси появляется возможность изменить расположение маркера оси типа линии цвета как на плане этажа так на разрезе и фасаде далее переходим к маркеру появляются настройки маркера и стиль текста маркера переходим ниже к 3d виду этот параметр отвечает за показ осей в модели закрываем это окошко и переходим расположение осей чтобы добавить горизонтальную или вертикальную ось жмем на крестик соответственно минус чтобы удалить их рядом с каждой новой осью отображается нумерация в этом же окне в параметрах размерной линии появляется параметра линейного размера тут как обычно меняем цвет для тип разрыва шрифт высоту текста и собственно все настройки которые нам не необходимы для корректного отображения размерной линии только завершим с настройками параметров жмем окей появляется привязка жмем нужное место и видим что получается далее будем разбирать размерные линии отображение их на плане перед этим для правильности создам сетку осей без размерных и общих линий впоследствии покажу несколько способов как создать эти самые размерные линии несколькими способами выбираем инструмент линейный размер открываем параметры линейного размера выбираем цвет маркера возле типа маркеров и цвета выносной линии соответственно шрифта и высоту текст тип отображения маркера также можно изменить параметрах маркера у нас и выносной линии меняйте размер самого маркера и отступ размерной линии раскрываем линию выноски здесь все так же меняем цвет выноски маркер выбираем подходящий угол наклона размер стрелки и соответственно расположение маркера так жмем окей и начинаем рисовать линию к обычной жму первой точке нажиму вторую точку и бэкспейс на клавиатуре теперь как обычный если нам нужно продлить размерную линию или же разделить жмем на точку жим на точку передвигаем ее либо жмем по размерной линии и на плюсик создаем на новые размерные линии но есть еще другой вариант допустим мы начертили линию размерную или же общий размер и хотим разделить его показать промежуточные размеры как это сделать выбираем размер зажимаем control и жмем нужны нам точки с этим разобрались давайте теперь разберем выноску выберем одну из размеров и вытащим его за границей нашей размерной линии создалась выноска но такое расположение немножко некорректное для этого нужно изменить расположение текста ну и напоследок если нужно изменить маркер мы его можем поменять на какой-то подходящий опять же это все мы делаем вручную сейчас покажу как это сделать с помощью автораспределения размеров выбираем стену несущую документ аннотация автораспределяемые размеры внешние размеры от нас уже расставлены галочки 1 2 3 4 поднумерованы и пример с отображением линий расстояние между размерными линиями я оставлю 300 двери в окна тут выбираем чему конкретно будут привязываться наши размерные линии если хотим разместить размеры по всему периметру здесь нужно поставить галочку такой вот несложные манипуляции можно очень быстро оставить размеры то же самое можно проделать и с внутренними размерами также заходим документы аннотация автораспределение размеров и выбираем внутренние размеры не буду вдаваться подробности настроек так как все индивидуально вы сами можете поиграться и посмотреть результат на этом все кому понравилось подписывайтесь или перейти в плейлист архикада и посмотреть другие уроки подписывайтесь наini ESO